КТМ 690 Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать КТМ 690 Дюк и его радиатор Перед этим был выпуск когда я менял антифриз на Дюке 690 Почему я полез-то вообще туда? Потому что у меня в прошлом сезоне в конце стал появляться запах антифриза В этом сезоне у меня в начале уже начал покрываться левой мотобот капленной антифриза Я думал, что где-то шланг течет там все перетыкло, ничего нигде не текло Поменял антифриз Радиатор я не нашел где течет В итоге антифриз продолжал выдавливаться Я залез Поскольку в России очень мало информации Я залез на иностранные сайты и обнаружил, что у Дюка после 2012 года через одного такая проблема с радиаторами Я стал искать радиаторы Один радиатор я нашел за 25 тысяч в месяц ждать Второй я нашел в наличии в Байкленде за 32 тысячи И в итоге я купил тюнинговый радиатор в группе КТМ 690 в контакте за 20 тысяч рублей Он алюминиевый уже Я надеюсь, что он точно не потечет И болезнь оригиналов будет вылечена Сейчас мы посмотрим Сейчас мы снимем наш старый радиатор Сравним эти два радиатора Поставим новый Поехали Для начала сольем наш старый новый антифриз Который остался в моторе Заливать мы в этот раз будем не Матюль, а Эйню Потому что он в два раза дешевле По 350 рублей Он не будет сейчас стекать Так как нам хотелось бы Потому что у нас не открыта крышка Сейчас я откручу крышку радиатора И будет видно Как он больер temporary Он не станет А вот Давай Как он нужно Безье Так Тихо Ого Ого В А Г�� И У Так, теперь пока радиатор пристекает, снимем защиту Радиатор 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 Так, теперь отсоединяем датчик включения вентилятора И откручиваем верхнее крепление радиатора Радиатор Все, с этой стороны радиатор отсоединен, переходим на следующую сторону Пассатижами освобождаем патрубки охлаждения В наших условиях, где тут все стоит, освещение и камера не совсем удобно, но надо сделать Пассатижами освобождаем Постопаем 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 и нижний и нижний и салат и задая И, надеждаю Кстати, странное наблюдение, мотоцикл-то новый, а почему-то с той стороны шестигранник, а с этой стороны видно оригинальный хатемовский, хатемовский болт, ладно, разберем сейчас на 8, откручиваем последний болт, крепящий радиатор. И все, радиатор должен слепеть, что он собственно сделал. Теперь отсоединяем вентилятор. Все, и радиатор у нас в руках. Теперь берем ключик на 8 и переставляем наш вентилятор со старого радиатора на новый. Прижмем, чтобы у起來 не останавливаемся с guyдом. Опять за переставляем,acı и ос nutri. Сейчас будет прод iOS 3 и Windows처리. Подcho спереди с 8 июня. Так. Переставляем так же датчик включения вентилятора. Включим на 24, откручиваем со старого. Вкручиваем в новый. Радиатор готов к установке на мотоцикл. Ставим наш радиатор назад. Собирать всегда сложнее, чем разбирать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Закручиваем цирный болт, с которым мы откручивали первым, чтобы слить антифриз. Ставим нашу крышечку. Ставим нашу крышечку. Теперь ставим защиту радиатора. Ставим нашу крышечку.